Перепись галкиперов Акбарса Сергей Манжелеев может провести, не заглядывая статистику и поднимая архивы. Практически от каждого стража Казанских ворот у коллекционера сохранились теплые воспоминания. И боевая вратарская клюшка с длинным шлейфом интересных историй. Очень любимая клюшка моя, тоже про нее могу рассказывать бесконечно. Это Фредерик Нарена. Это вот как раз из тех галкиперов, small crazy галкипер, да, человек со сломанным пальцем сказал, что я буду играть в финале, отрезайте мне, ампутируйте палец. Настолько было желание победить. Это не пустые слова. Человек так действительно сказал, это не легенда. И мы взяли кубок Гагарина. Еще один обладатель кубка континентального в составе казанской команды в 2008 году должен внести недостающую деталь в пазл собрания клюшек всех вратарей Акбарса последней пятилетки. Полка с экспонатами действительно похожа на книжную. И этот том за авторством Мика Норанина поставит точку в той эпохе славных побед любимого клуба. Гарантии у Манжелеева железные, подписанные самим вратарем. Сегодня письмо получил, они уехали с женой, у него жена наша девочка, с группы поддержки. Мы дружим, и они уехали в Австрию, обещали приехать в Казань. Клюшку свою он мне обещал подарить. То есть я как бы в планах это держу, помню, что клюшка как бы за ним. Как твоя семья относится к твоему увлечению? Я вижу, действительно супруга тебе выделила целую комнату. Секрет прост. Супруга у меня болельщица хоккейная, так же как и я. Она меня поддерживает в этом вопросе. У нее абонемент, она ходит со мной на игры. Очень увлечена на игру и также переживает. Она со мной ездит на чемпионаты мира. То есть одного меня просто так не отпускает за границу. Когда жена и дела не пускают за границу, на выручку приходят полевые игроки родного Акбарса. Просить клюшки у ротарей Манжелеев считает неприемлемым. В команде поддерживают стремление коллекционера и нередко кто-нибудь из хоккеистов радует товарища заграничными подарками. Но главную награду Сергей ждет от всего коллектива. Если честно, мне хочется кубка Гагарина. В коллекцию. В коллекцию. Любой кубок Гагарина, моей любимой команды, это как мой кубок. То есть это, я работаю на команду, я фотограф ее на сайте. Поэтому любой успех команды, любая радость, это моя радость. Кто в команде главный поставщик новых экспонатов? Потому что несколько раз я услышал фамилию Никулина. Илья Никулин, да, помогал. Женя Свечников помогает доставать редкие шайбы с чемпионатов. Илья Никулин помог шайбу, вернее, клюшку и Либрсгалов достать. Денис Абдулин был у нас такой игрок, мы с ним дружны. Он привозил клюшки тоже игроков Гарнета, Аханина, редкие клюшки, вратарские знаменитых галкиперов. А самую редкую клюшку удалось выменить всего за две шайбы и кепку с чемпионского сезона. Причем ни бывший хозяин, ни сам коллекционер поначалу и не догадывались, какая же мчужина была у них в руках. Но в дело вмешался случай, под личиной одного ценного экспоната удалось обнаружить просто бесценное сокровище. Ну вот действительно, заполучить желанный экземпляр, это же как выиграть миллион в лотерее. Вот есть какие-то истории такие неожиданные, интересные, шпионские? Да, шпионская история, есть такая у меня в коллекции история. Школа советского хоккея, Вячеслав Третьяк, Мышкин – это легенды нашего хоккея. Для меня они великие люди. Естественно, приобрести клюшку Мышкина для меня было почетно. Получаю клюшку, красивая клюшка, радость переполняет. Изолента вот досюда такая черная, скованная временем каменная изолента. Ну, думаю, изоленту надо снять, намотаю свою красивую, пускай, что постоит для коллекции. Начинаю сматывать изоленту, не сматывается. Пытаюсь ножиком срезать, я у нас вот деревенела, кое-как разматываю, 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 и вдруг появляется клеймо Патрика Роа. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли обменялся советским ветераном клюшками во время их игры на Кубок Канады. Судьбоносную встречу удалось установить из архивов. А вот восстановлением снарядов Манжелеев занимается сам. Например, ему удалось собрать конструкторы с палки Малкина и крюка Кирилла Петрова. Такими темпами коллекционер хочет осилить грасмейстерскую планку 100 экземпляров.